МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ Как в профессиональной сфере, так и в личностной. Еще участники семинара обсудили, какими психологическими подходами должны сегодня владеть специалисты по работе с молодежью. Работаю с 2018 года и я отчасти жалею, что именно в тот момент мне это не преподнесли. То есть на данном мероприятии я нахожусь впервые. И здесь очень много всего интересного предоставляют в плане того, как начинать работать с молодежью, какие есть подходы. Мероприятие данное обучение, оно даст нам того человека, он даст нам подсказку, в каком направлении, и как правильно двигаться, и как проанализировать, а так мы идем или не так. Особое внимание было уделено теме патриотического воспитания. Участники интенсива поделились друг с другом своими замыслами по созданию и наполнению мероприятий. Здесь очень много интересных идей, которые мы потом можем применять в своей деятельности. Очень интересно, мне понравились темы, связанные с патриотическим воспитанием. Я думаю, что мы что-то из этого, конечно, я для себя заметки сделала, пометки, да, я думаю, что мы это будем использовать. К примеру, мы можем пригласить ветеранов боевых действий, мы можем попросить их, и они нам могут помочь организовать ряд мероприятий. Когда люди известны, мы понимаем, что это не просто взрослые дяди приехали из Омска, да, а мы понимаем, что это участники боевых действий, им есть что рассказать, им есть чем поделиться, чем заинтересовать, чем они гордятся и передадут вот это вот патриотическое свое настроение. По окончании обучающего курса все участники получили удостоверение о повышении квалификации в сфере молодежной политики. Продолжение следует...